здравствуйте привет скажите вы же пишите да наверное лучше вот так да сделать ну да так нормально пока вот был перед этим чуть-чуть вот вниз а вот так отлично будет так прям на колеса интернет нормальный мобильный интернет нас нет центрального интернета типа типа оптоволокна или что-то в этом духе у нас у всех мобильный интернет я вынужден когда ну что-то важное с точки зрения чтобы не обрывала связь я вынужден чуть-чуть отъехать из дома вот чтобы поговорить спасибо ну во-первых здравствуйте во-первых здравствуйте приятно на самом деле как-то это задавался вопросы вроде хотелось бы с человеком с таким чувством его как вы сделать какой-то общий объект ну и получилось вот случайно я же повторюсь это дня четыре там тому назад я увидел на ютюбе фильм позвоним попытались найти вот и становишься сюда и он вот здесь вот на на этих ну вот прямо типа холодный терраса веранда как вход и входная она еще 20 ну в принципе о чем бы хотел поговорить потому что каждый человек учится и не все знают как себя вести с людьми такая очень сложная ситуация мы так правду матку шуруем постоянного глаза и вот как раз на этом случае тоже поднял документы честно говоря поднял проект вот которым отправляют ведь виктор проект одноэтажного кстати дома 165 квадрат я поднял смету которую мы отправляли и вот хочу понять да что можно было сделать дом вообще просто офигенный да и почему так получилось в конечном итоге поэтому для чего я это делаю то есть это не для рекламы для себя я хочу понять сам и хочу научить других а вот в условиях вот как раз на сегодняшний момент люди многие сидят переваривают проекты делают разговаривают то есть видимо от скуки начали думать о том что лучше переживать пандемию будущую и нынешнюю в собственном доме чем в квартире поэтому наверное это наука будет конечном итоге для нас и для вас это мне напомню что мы где-то не помню четыре или пять лет тому назад встречались в офисе вы обратились просьбы построить дом вот одноэтажно если я помню мы предложили вариант дома был у нас такой и по его посчитали он получался сами память не изменяет одноэтажно то есть это очень важно девять миллионов двести восемь четыре тысячи сорок шесть там чем смета что мы отправляем вот он не под полный ключ там еще наверное миллиона два было бы для того чтобы достроить его до конца но за девять миллионов мы бы легко построили 120 метров причем очень хорошего качества и вот все таки расскажите вашу историю почему не зацепили почему все таки пошли в другое место и оправданы ли эти были хождения или нет вот собственно это я хотел бы чтобы вы в назидание нам и другим рассказали свою историю да прежде чем я начну отвечать на ваш вопрос я хочу сказать что это было как вы сказали четыре пять лет назад может быть там три четыре и какие-то вещи они возможно уже забыли я не совсем не гарантирую вам что именно по этой причине как бы у нас не состоялось строительство дома на самом деле не об этом мы с радостью поможем вам в вашей ситуации то есть мы потом не под камеру поговорим все таки как сделать так чтобы у вас там все было нормально но мне больше интересно вы единственный человек обычно люди совершая эти вещи не возвращаются то есть я не могу с ним переговорить вы единственный человек с которым можно поговорить и понять эту историю потому что то что я видел в конечном итоге как профессионал могу вам сказать что получилось ну мы бы за эти деньги сделали гораздо лучше вот я не говорю кто строил не ставлю свою цель но это можно было сделать гораздо лучше я вам напомню я приходил к вам не с этим проектом у меня был другой проект по квадратуре он был больше ну 165 квадратов вот у нас проект тот который я приносил вам вот с которым я к вам пришел там с книжечкой и сказал вам вот этот дом хочу он там был больше я сейчас не у меня его нет под рукой он мне остался это неважно это неважно да и соответственно вы предложили тут дело было в цене что вы предложили другой дом вот этот который вы показываете там за 9 миллионов а я ну не мог себе позволить меньшей квадратуры дом за 9 миллионов то есть у меня было 9 миллионов но я хотел ту квадратуру которую я вам принес а в конечном итоге какой получилась квадратура в конечном итоге получилось 120 квадратов там 20 квадратов террасы я не знаю там есть смысл считать и как правильно считать то есть внутри дома у меня 120 квадратов ну то есть в итоге построили меньше чем приходили к нам в итоге да в итоге построил меньше ну вы вместились в бюджет который хотели ну я вместился по плане что я как бы никому не должен там денег сейчас то есть я вместился в этот бюджет который у меня был просто я за эти деньги получил не то что мог бы получить то есть я мог получить больше то есть я пошел и купил за 1 рубль одну морковку а мог за 1 рубль купить 2 морковки но я об этом узнал уже после ну это да но вопрос да вот вы приходите в компанию то есть вам то что обещали то и сделали или все-таки обещали одно сделали другое они сделали то что обещали и не договорили это деньги то есть стоимость то они и вложились я правильно понял нет нет там оказалась история такая что они предоставляют смету и если ты например не обладаешь там каким-то ну знанием то для тебя это смета это как ну непонятный текст по факту ты не знаешь там что знают что значит некоторые позиции и каких и самое важное каких позиций там не хватает то есть например ну такого не было я просто как пример приведу например у тебя дверной проем и в этом дверном проеме у тебя будет дверь да соответственно и ты эту дверь покупаешь но чтобы поставить дверь в деревянном доме тебе в эту в этот проем нужно еще на скользячке сделать обсаду 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 и оказывается например этой обсады там нету ну в смете нет ну а стоит она там три двери там по сути да я говорю а где обсада они говорят ну так ну типа нет обсады типа не я говорю ну так же под ключ мы же с вами говорили под ключ то есть меня только часовые материалы то есть вот ну нет ну а ты уже как бы в таком режиме что в таком режиме что по идее ты понимаешь что это надувательство и ты думаешь я сейчас буду разрывать с ними отношения а они тебе показывают в пункт договоре что при разрыве отношений смета увеличивается потому что эта скидка которая была предоставлена она работает только если весь объем услуг выполнен и приобретен у этой компании чайок на удаленке чайок на удаленке и получается и получается что разрывать отношения сейчас тебе выйдет дороже либо тебе надо идти в суд и как-то отпаривать этот момент договора и находясь в моменте уже в режиме стройки еще плюс как бы в моей ситуации у меня ну я мне надо было куда-то заселить семью я так получилось что фундамент все таки сделали я вот сейчас поднял смету опять же в разговоре который я почему бы хочу научиться то есть у нас здесь плита у нас здесь деревянные окна у нас здесь хорошая мягкая кровля у нас здесь стропильная конструкция сделана из клеенной древесины это дорогая стропильная конструкция у нас высота потолков какая-то огромная и метрас 166 и все за 8 да за 9 и в конечном итоге вам предлагают там фундамент непонятно какой дует это все потолки я видел на втором этаже вообще просто там крохотные не пройти они что это не объясняли вам что такое будет в проекте не рисовали вам человечка или какие-то последствия что допустим вот этот фундамент вы его делаете но он будет там батут будет там продувать ничего такого не будет нет-нет естественно если мне говорят что мы можем предложить вам свайный фундамент но он будет батутиться и продувать ну я бы точно на, на этапе вот этой фразы ну как бы сказал тогда не будем делать свайный фундамент это 100% потому что ну как бы для меня это очень такие важные критерии То есть тепло в доме, и, соответственно, звукоизоляция, и вот это вот ударное... Ну, там многие критерии, да, там и безопасность, и коммуникации. На самом деле, свайный фундамент делать для живых помещений, я считаю, надо запретить законодательно. То есть это неправильно. То есть, по сути дела, я хочу просто понять, на какой стадии, что мне нужно, вот ваш совет был объяснить вам, в конечном итоге, для того, чтобы вы поняли, что помидоры, и помидоры бывают разные. То есть то, что бывают тухлые, а бывают свежие. Что вам не хватило от нас, вот от меня в частности, в объяснении, чтобы вы все-таки поверили нам и остались, и получили то, что... Я очень внимательно, очень подробно объяснял, что входит, что не входит. Мы, кстати, везде писали большими там буквами все это дело, и вот все-таки не случилось. Что вам не понравилось? Объясните. Вот, чтобы я как-то еще раз говорю, я хочу обратной связи, потому что люди уходят, не приходят, они или остаются, мы строим, или уходят, и их не возвращаются. Чего не доиграли, почему не доиграли? Мне не жалко потерять клиента, понимаете? Мне жалко, что люди идут, знаете, как есть такой мультик, когда он на дудке едет, знаете, так на лодке, да? Играет, и крысы так тык-тык-тык-тык и тонут. И вот тоже им объясняют, им рассказывают какие-то сказки. И вот они идут, тупо попадают на деньги, и в конечном итоге у всех такие же истории происходят. Они получают не то, за что заплатили. Это сплошь и рядом. Но вернуть назад уже нельзя. Вы не простой человек, это не просто обыватель. То есть вы человек, который многого добился в жизни. Вы популярный, известный человек. Ну, я вам точно не отвечу на этот вопрос, потому что если бы я знал, чего не хватало в тот момент, то я, наверное, как-то, ну, то я, наверное, мог бы вам сказать, ну, в чем была разница конкретная у вашей компании и компании той, где я строил. Я точно так не могу сказать. Я вот помню по такому моменту, что, смотрите, мне кажется, любой заказчик, который приходит там строить дом, это человек, это крайне необразованный человек. Ну, то есть у него нету таких именно крепких фундаментов. Он знает, чем отличается ленточный фундамент от фундамента плиты и от файно-винтового. Но он знает об этом неглубоко. Он знает, как это выглядит, как это на картинке определить. В чем конкретика и особенности всего этого, то есть какими там параметрами обладает тот или иной фундамент, он не знает. То есть это как, значит, ну, как бы, это ребенок. Это ребенок, которому ты объясняешь, должен, он знает, где там красный, где желтый. Но он не знает, что красный лучше потому что, а желтый лучше поэтому или желтый хуже поэтому. То есть... Ну, здесь же тоже, помните, есть же цифра, да? Мы же тоже говорили, что все плюсы и минусы там тех или иных фундаментов. Но когда человеку говорят, что это стоить будет там, грубо говоря, сейчас примерно посмотрю, этот фундамент стоил 975 тысяч, да? А вы построили свой, правда, это фундамент большой, на одноэтажный дом, значит, на ваш это стоило бы в два раза дешевле. То есть здесь площадь застройки 165 квадратов, у вас где-то 80, где-то 400 тысяч. Вот на ваш дом фундамент в наших ценах был бы на тот момент 400 тысяч. Вы построили за 130, по-моему, да, где-то там. Фундамент, не помню себе, да, стоимость? Ну, примерно там, да. Ну, вот 400, 130, то есть как человеку объяснять, что вот это свай, да, это есть такая технология, но это будет 130 тысяч, а это 400. Человек сразу говорит, нет, мне 130. С фундаментом надо объяснять людям, если кто-то посмотрит, я вот как бы транслирую эту информацию, что надо объяснять, что фундамент это не свая, это не 130 тысяч. Это фундамент, это поверхность, на которую ты уже точно готов положить чистовое покрытие. А на сваю ты не можешь положить чистовое покрытие. Тебе нужен ростверк, тебе нужны лаги, тебе нужна обрешетка, тебе нужна фанера, тебе нужен утеплитель. И твой фундамент 130 тысяч, это не 130 тысяч, это те же выходят, ну, например, плита это будет 400 тысяч, а такой фундамент будет 350 или 300 тысяч. То есть разница уже не 130 тысяч и 400 тысяч, а разница уже значительно меньше. Вот это нужно объяснять людям, что нет смысла крутить сваи, потому что потом вы накладываете пирог, который, в принципе, добавляет всю ту стоимость, которая уже заложена в плите или как минимум в той же ленте. Вот это нужно объяснять в первую очередь. Во вторую очередь нужно объяснять, что из-за этого пирога, из-за многослойности пирога, а это многослойный пирог, у тебя сначала пароизоляция, потом утеплитель, потом там еще какая-то влага, еще пленка, потом еще обрешетка, потом это все фанера. И чем больше слоев, тем больше проблем, так или иначе, потому что, как бы, ну, цельность крепче, чем по деталям. То есть, если труба, то лучше, чтобы она цельная труба была, чем она сваренная по местам. Я понимаю, да, я понимаю. Вот, ты точно знаешь, у тебя вот так бетон, все, проблем с этим нет, ты не думаешь уже, что у тебя, какая пленка, чего, какой ее стороной класть, а как ее положили. То есть, накосячить строителям, накосячить в пироге намного легче, чем залить, ну, я прошу прощения, что я использую слово тупо, чем тупо залить бетон. Ну, то есть, понимаете, пожалуйста, что... Конечно, там тоже есть нюансы, но косяков больше будет, если больше будет слоев. То есть, тут надо, чтобы прямо... Здесь, в конечном итоге, вы правы абсолютно, что фундамент – это то, на чем экономить нельзя. То есть, все должны понимать, что вы делаете основу, на которую кладете деньги. И в конечном итоге, как эти деньги лягут, это да. А вот еще интересный вопрос, в принципе, всех интересует. Вот вы пришли к людям, вам посчитали, вот вы в конечном итоге сели после всего этого, там, пережитого и так далее, взяли калькулятор и посчитали, сколько это вам на круг вышло. И не считали, сколько метр квадратный получилось. Вот всех интересует метр квадратный. Мне такие сказки рассказывают, что вот эта компания построит вам, там, не знаю, за 40 тысяч рублей метр квадратный, и мы будем жить в доме. Я говорю, ребят, ну, не бывает таких историй. Вот вы подводили в конечном итоге баланс вашей стройки, сколько получили? У меня нет сметы, но мне кажется, что у меня примерно вышел 100 тысяч квадратный метр. Ну, я тоже так думаю. Примерно, может быть, даже больше. Вот вам для информации, на сегодняшний момент, это не 17-й год, у нас смета 17-й год, это точно, 25-го, 04-го, 17-го. На сегодняшний день, когда евро стоит почти 80, на сегодняшний день, когда выросли все цены, у вас брус стоит 28 в смете, сейчас 34. У нас 100 тысяч метр квадратный стоит элитной комплектации с паркетом, самим паркетом, плиткой, с розетками, дверями, деревянные окна и со всеми прибамбасами, которые есть, кроме декора. Нет мебели, не все. 100 тысяч метр квадратный. Это самая экспертная комплектация. Я поэтому здесь и нахожусь, потому что я надеюсь, что есть люди, которые внезапно, которые там в Ютьюбе или еще где-то наткнутся на это, и они увидят, и они поймут. К сожалению, люди думают так, стены построил, все, остальное, поеду в Лас-Вегас, выиграю в лотерею и построю все остальное. Поэтому мы стараемся говорить бюджет, сколько он им обойдется. Все должно стоить своих денег, и людям нужно объяснять, что они покупают за эти деньги. Вот подскажите, в конечном итоге, ну ладно, там, получили, построили. Вы довольны домом или нет? Глобально, конечно, я доволен. То есть, даже несмотря на то, что, очевидно, я переплатил, сам факт жизни за городом в собственном доме, конечно, переплел, несмотря на все технические косяки и недостатки этого дома, это все равно лучше, чем жить в квартире без косяков. Согласен, согласен. А вот, например, 120 метров квадратных все-таки, как вы сейчас считаете, не квартира от дома, достаточно для проживания вашей семьи? Это второй вопрос, который я столкнулся, вот, помимо технологических недостатков, это неправильное архитектурное решение. То есть, человек, у которого нет опыта строительства дома и у которого еще нет времени, например, посещения выставок, посещения готовых строений, посещения готовых объектов, которые построены этой компанией, на которую он рассчитывает связать строительство дома. Этот человек на свое ощущение, то есть, примерно, как он чувствует, он жил в квартире, и квартира думает, ну, у меня квартира 70 квадратов, и он такой думает, ну, если дом будет 140 квадратов, ну, по-любому же должно хватать, ну, 100%. А оказывается, нет. Оказывается, что 140 квадратов или там 120 квадратов, это достаточно мало, особенно если у вас двое детей. То есть, почему это мало? Объясню, почему. Потому что, например, стоимость квартиры, которая 60 квадратных метров и 70 квадратных метров, она просто пропорционально умножается на 10 квадратных метров. А дом, который 120 квадратов и 130, он в цене не умножается на 10 квадратных метров. То есть, цена квадрата с возрастанием общей квадратуры, она уменьшается. То есть, по факту, разница дома 200 квадратов или 230 квадратных метров по цене, она несущественная, неглобальная. Но эти 30 квадратов принесут глобальную пользу. Это будет очень комфортная, например, сушильная, кладовая с чем-то еще, или твой кабинет, или дополнительное помещение игровое какое-то. Ну, не важно, что. Это помещение всегда можно использовать. Поэтому нужно думать, что цена формируется по-разному. Он-то думает, как? Вот как я думал. Ну, квартира 70 квадратов и 80 квадратов. Разница 10 квадратов. Квадрат 300 тысяч рублей, ну, в квартире. Значит, стоимость на 3 миллиона рублей увеличивается. Так же? Так и другое. На доме так не работает. Так и другое. На доме так не работает. Не работает. Да, на доме по-другому. То есть, я прекрасно сейчас понимаю, опять же, наступив на эти грабли, что мне бы там чуть-чуть докинуть, и я в квадратуре бы увеличился, и какие-то вопросы там архитектурные решил для себя. Вот это тоже обязательно нужно понимать, что здесь нет смысла экономить за 10 квадратов. Есть смысл экономить за 100 квадратов. То есть, если в дом, например, 100 квадратов и 200 квадратов, там есть разница. Но разница в 100 квадратов и 110 квадратов, там нет разницы. Согласен. Те же окна, те же двери, та же электрика, та же сортухольника. Одна стеночка отодвинулась, и в конечном итоге, вы абсолютно правы, чем больше помещение, комната, тем она дешевле. Метр квадрат. Да. Ну, а так вот, смотрите, у вас два ребенка. Как вы считаете по опыту, сколько нужно иметь спален для семьи, как ваш? Вот если бы вы сейчас начинали бы с нуля, заново, имея этот опыт, вот вы бы пришли и сказали, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И какая, по вашему мнению, в этой ситуации была бы оптимальная площадь дома? Мне по площади сложно сказать, потому что надо считать сейчас, прикидывать. По поводу количества комнат, мы все прекрасно понимаем, что есть люди, которые всемиром и в однушке живут, но вряд ли эти люди тогда задумываются про строительство дома. Если вы уже задумывались про строительство дома, и у вас какое-то энное количество детей, количество комнат минимально должно совпадать с количеством детей. То есть, если трое детей, это три детские. Если это двое детей, это две детские. Если у вас один ребенок, то опять же можно сделать две детские, потому что, как мы сказали в предыдущем, как бы, вопросе, комната не увеличит глобальную стоимость. Вот, поэтому... Тепло ли, как вот зимой проживали, у вас деревянные окна стоят в доме? Да, у меня деревянные окна. Сокон у меня не так сильно дует, а вот проблема в полу, в полу проблема. А сколько газа примерно, вот вы не считали, сколько уходит на отопление в месяц? В проблемах? Да, на газ, да. Три тысячи, три пятьсот я трачу на газ в месяц. Ну, вы знаете, вот у нас 294 квадратов, у нас есть аналитика, да, по домам. Мы специально так подготовились, со своими заказчиками поговорили. 294 квадрата, две девятьсот на газ, отопление и горячую воду. Триста пятнадцать квадратов, четыре девятьсот уходит в месяц. Триста квадратов, вот один дом у нас вообще тысяча восемьсот, но он там просто не живет. В среднем на четыреста квадратов четыре с половиной. То есть, в принципе, расход у вас такой близкий к этому. По-любому, если бы этот дом, так в двух словах, был бы у вас кирпичный, вы тратили бы тысяч шесть. Ну, что, мы уже с вами полчаса разговариваем. Я бесконечно, бесконечно вам благодарен за это. Вам творческих успехов, потому что мы следим за вашей. Спасибо. Я люблю людей, которые на ходу придумывают интересные, смешные вещи, тем более, насколько я знаю, еще сами пишете. Да, да, конечно. Да, поэтому я все-таки верю, что в нашей замечательной стране будет все хорошо или очень хорошо. Спасибо вам огромное. Всего вам самого. Вам спасибо, Александр. Спасибо большое. До свидания. До свидания.